Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 17... 17? Да. 17 ноября, год 2021. Среда. Серьезной недели. Выяснились многие детали, важные, кстати, детали переговоров, виртуальных переговоров позавчерашних между Байденом и Си Цзиньпином. Есть практический результат этих переговоров, и об этом я вам расскажу. Одновременно о параллельном развитии у нас тут в Америке есть бипартизан пэнел такая, которая дает рекомендации. Расскажу о тех рекомендациях, которые эта пэнел дала относительно Совет, который дал рекомендации относительно национальной безопасности, как себя в отношении к Китаю вести надо. Что интересно, как это бипартизан, это непредвзятый анализ ситуации, должен быть, по идее, по крайней мере. Поговорим. Это основная часть, естественно. Но начнем мы не с этого, начнем мы, конечно, с обострения на армия на азербайджанской границе, и посмотрим немножко выше, точнее, чуть-чуть глубже, чем уровень просто «at the surface», который называется. То есть то, что внешнее-внешнее, мы попробуем чуть-чуть глубже копнуть. Попробуем. Я постараюсь не очень долго на этом топике остановиться, потому что, слава богу, вроде бы стрельба прекратилась уже. Но есть определенные моменты, которые надо проговорить. На что дальше хватит времени, не знаю. Могу рассказать вам, если останется время в конце, всего о том, как хуситы захватили сайт американского посольства и взяли там заложников в Сане, в столице Йемена. В общем, поговорим об этом тоже. Я думаю, вообще, общая ситуация в Йемене немножко с собой надо сказать. Если нет, этот топик перейдет на завтра, скорее всего. Как обычно, в случае возобновления военных действий, неожиданного для многих, информация противоречивая поступает, источники разнятся в том, сколько убитых, сколько раненых, сколько пленных, точно никто не знает. Но принципиальное отличие от предыдущего большого серьезного раунда, который был до армян-азербайджанской войны по полной, в этом случае конфликт, вооруженный в его части, имел ограниченный характер, и проходил он в основном, как я понимаю из того, что я знаю сегодня, на территории суверенного армянского государства, что, в принципе, подпадает под статьи АДКБ, Организация договора коллективной безопасности, и спровоцировало, естественно, обращение Армении к Российской Федерации о помощи, которая была оказана, в принципе. Ну, оказана, опять же, не сразу, что тоже вызвало определенную критику и потребовал звонок Пашиняна, но это, наверное, нормально. Короче, были провокации несколько, армянская сторона говорит, что азербайджанская сторона устроила провокации, а азербайджанская сторона говорит обратно, но некоторые сюжеты, которые я посмотрел в разных медиа, говорят о том, что да, скорее всего, в данном случае инициатива исходилась от азербайджанской стороны, о подобном военном столкновении, захватывались блокпосты, определенным там всяческим разным унижением подвергались армянские солдаты, которые охраняли эти блокпосты. Идея как бы в том, что Азербайджану, я так понимаю, еще по соглашению о перемирии после предыдущего конфликта, требовалось, была договоренность принципиально достигнута о том, что будут транспортные коридоры из Азербайджана в Нахичеван через армянскую территорию даны. И эти коридоры, я так понимаю, не были обеспечены. Опять же, я сейчас вам рассказываю то, как это было презентовано в тех медиах, которыми я имел дело для того, чтобы получить примерную хотя бы картину того, что там происходит. Это не так, на самом деле, просто сделать. И это, естественно, мешает, это на поверхности, да, потому что эти коридоры требуются для того, чтобы была определенная связь по земле между Анклавом Нахичеван и Азербайджанской территорией прапор, да, то есть территория республики Азербайджан, которая есть. При этом, в принципе, иногда же бывает так, что после окончания серьезных военных действий, в результате усилий разных сторон, когда доступает перемирие, отсутствие мирного договора, это потом перемирие в итоге перерастает в мирный договор. Не перерастало в мирный договор по многим причинам. Есть определенная враждебность, как мы понимаем, между двумя сторонами. И стороны, на самом деле, которые спонсируют и выступают счетами и той и другой стороны. В данном случае мы говорим о Турции и Российской Федерации, респективно со стороны Азербайджана и Армении. Ну и у Армении еще есть, как мы понимаем, ухо, которое слушает армянский нератив, это Франция, ухо, которое слушает армянский нератив в Соединенные Штаты и, скорее всего, Иран. Да, скорее всего, Иран, по многим причинам, в которые сейчас бы мне не хотелось углубляться. Хотя, опять же, иранская игра, она непростая там. Мы касались этого момента несколько раз, но это непростая тема для того, чтобы скользко о ней говорить, для того, чтобы, ну, потому что это некомпетентно говорить об этом скользко-то. Это нуждается в серьезном исследовании, на которое у вашего похоронного слуги просто в этого исследования провести времени не было. О том, каковы тренды иранской политики в отношении Армении и Азербайджана, учитывая все последние развития, все слухи, которых вы слышали, о том, что Азербайджан считается, в принципе, союзником Израиля. Там есть много моментов. Поэтому отношение Армении с Азербайджаном, отношение Ирана с Арменией, это непростая тема. Просто мы должны понимать, что как только, да, началась вот эта последняя стрельба вчера, позавчера, да, и появились убитые около 15 человек, по некоторым данным, и некоторое количество пленных, количество мне неизвестно. Это, естественно, вызвало определенное заседание всяческих советов по безопасности на армянской территории, в армянском руководстве в Ереване, вызвало звонок Пашиняна, в итоге разговор его с Путиным. Прекратилось все это насилие после выдвижения российских миротворцев к тому месту, где конфликт происходил, и физическому разделению между азербайджанскими и азербайджанскими подразделениями для того, чтобы стрельба прекратилась. Это российская версия того, что происходит, сразу говорю. Вот, значит, когда российские эти, да, сколько там, я не знаю, сколько людей, сколько военных, батальон, два батальона, не знаю, они выдвинулись туда на эту линию разграничения огня, и дальше азербайджанская сторона больше стрельбу не решилась продолжать. Да, это российская версия. Как там, на самом деле, все это выглядело в реалии, непонятно, потому что видеофутер же я не мог посмотреть, не мог нигде его найти. Какие-то вещи, да, были показаны, какие-то вещи со слов, опять же, то есть очень-очень мало реальной информации о том, что происходило. Ну, идея, как бы, вот такая. Это на поверхности. И, как бы, в течение одного дня все это было прекращено. Возникает несколько моментов, которые надо сейчас проговорить, которые немного беспокоящие. Значит, первый момент. Раз остались после мирного, после заключения перемирия, соглашения о прекращении огня, давайте его так назовем. И, более того, нет же никаких сомнений, кто выиграл предыдущий раунд военного противостояния. По возвращенной Азербайджану части территории Нагорного Карабаха, давайте так скажем. Да, по той части, которую Азербайджану удалось забрать назад, давайте скажем так. Видно, что победили азербайджанцы в этом раунде военных действий, учитывая, что им была огромная турецкая поддержка оказана. И вот уже на годовщину этих военных действий. Яблоган приезжал в Баку. Ну, короче, это был понятный момент такой, да, что эту войну Армения проиграла. И дальше, в тех программах, если вы поднимете архивы, где мы касались непосредственно всех тех дней, когда все это происходило, мы делали несколько программ про армяно-азербайджанский конфликт, его обострение в горячей фазе. И идея была, в принципе, такова, что есть моменты, которые, к сожалению, исходя из географии, из-за того, что Армения лендлок территория, и главным ее сегодня является союзником и экономическим партнером Российской Федерации, а для того, чтобы Армения могла экономически чувствовать себя лучше, давай скажем так мягко, процветать никому не могу сказать, это не так-то просто, по, опять же, позициям экономической географии. Я сейчас не хочу в них даваться тоже, мне жалко времени. Но сложно, Армении тяжело. Слишком мало того, что называется comparative advantage экономическим языком, то есть сравнительных преимуществ по отношению с другими государствами. И это связано с географией, и это связано с определенным, с человеческим ресурсом, много чего. Да, Армения не сильно многонаселенное государство, оно небольшое государство. Короче, для того, чтобы Армения экономически нормально развивалась, ей нужны обязательно, а, мирный договор с Азербайджаном, б, турецкая помощь здесь. Потому что и Азербайджан, и Турция являются такими хабами, да, открывающими торговые, как бы, возможности серьезные, инвестиционные серьезные возможности, и в развитии разных индустрий, в том числе индустрии туризма и так далее, и так далее, много чего. И, более того, уменьшает, естественно, зависимость армянского государства от своего российского партнера. Что тоже важно в государстве, любое, в принципе, да, ну, сейчас, да, я сейчас Армения. И если я сейчас Армения, то я рассуждаю так, что мне бы желательно быть независимым государством. Независимость, как мы видим на примере некоторых других постсоветских республик, часто достигается возможностью балансировать между разными полюсами силы. Давайте скажем так, это простая вещь сказать, не очень простая вещь понять и комментировать, но, тем не менее, да, когда у вас есть альтернативы, разные другие опции, вам проще договариваться, понимаете, проще. Короче, для этого необходимо тотальное примирение. В ходе этого тотального примирения, по крайней мере, подписания мирного договора, многие спорные вопросы должны были бы быть решены. Но так как такого тотального примирения не происходит, и движения в сторону тотального примирения нет никакого. И я прекрасно понимаю, много есть причин, почему этого не происходит, потому что, с одной стороны, армянскому эстеблишменту сложно смириться с тем, что произошло, и до сих пор нет того, что в современной психологии называется closure, да, то есть нет, простите, у эстеблишмента армянского, неважно, там, я, я, это очень, эта фраза, да, этот термин армянский эстеблишмент, это понятие, за которым нет эссенции никакой, да, никакого мяса, потому что назвать Пашиняна представителем эстеблишмента сложно. Ну, общая, как бы, картина всего вот, потому что Армения пережила революцию, и Пашинян был человек out of establishment, да, сместил тех, кто был, да, эстеблишмент, но все равно вся вот эта группа, которая управляет Арменией, сменяемая, как мы видим, да, потому что Армения все-таки демократия, это вся группа, ей сложно смириться, да, то есть те, кто находится, как бы, в системе управления, в системе военной, естественно, да, и сама нация, армянской нации сложно смириться с тем, что произошло, и вот, ну, требуются определенные моменты, которые, наверное, должны произойти, и время должно пройти, то есть тут еще времени момент очень важный, и нужно прийти к какому-то компромиссу всегда, да, компромисс всегда болезненная вещь, особенно для стороны, которая войну проиграла, и у проигрыша в войне всегда есть последствия, что тоже, как мы видим, независимо от того, кто на самом деле победил, реальными плодами победы пользоваться иногда победившей стороне сложно, потому что проигравшая сторона не принимает того, что она проиграла, и продолжает определенные последствия. Короче, и страны, которые, по идее, должны бы быть, были бы заинтересованы в подобном улучшении отношений. Между собой у них не такая простая динамика отношений. В частности, у Франции и Турции, например, очень непростая динамика и особо прям теплых отношений давно уже нет. Последние скандалы мы обсуждали с разными там газовыми вопросами в Восточном Средиземноморье. Много разного чего происходит между Эрдоганом и Макроном на личном уровне, что мешает, например, да, как одно из проявлений. Есть определенная, естественно, проблема между Турцией и Россией. Их несколько, да, при том, что они договариваются, когда им надо, и они играют. Пока эта игра, это такое танго Эрдогана и Путина, оно, в принципе, приносит положительные результаты в основном для обеих сторон, но не всегда, как бы, да, и есть определенные моменты. Отсказав это, мы переходим к главному моменту, да, который меня хотел поговорить сегодня, который выходит за рамки того, что на поверхность. Я прекрасно представляю себе, что Армении, в принципе, этот раунд военного противостояния, который мы сегодня вчера наблюдали, он не нужен абсолютно, как был предыдущий раунд не нужен. И она бы не инициировала его. Поэтому разговоры о том, что Армения это сделала, спровоцировала это, у меня вызывают улыбку, потому что невыгодно это сейчас Армении. Ни ресурсов нет для того, чтобы это делать, ни надежды на то, что можно как-то перевернуть результаты прошлогоднего поражения. Тоже я представляю себе, что ребят все здравые и трезвые, все понимают, что это вряд ли. Армения не заинтересована, грубо говоря, Армения сегодня не заинтересована в возобновлении военной фазы конфликта. Кому это выгодно Азербайджан? Да, у него есть определенная географическая цель, политическая, экономическая цель, да, пробить эти коридоры ему нужно. О которой, кстати, принципиально договоренность, как я понимаю, была, но она не исполняется. Потому что для этого требуется подписание мирного договора, наверное, все-таки. Но представить себе, что Ильхам Алиев пошел бы на это без одобрения, да, и без кивкаха, по крайней мере, с турецкой стороны, я с трудом могу. Сомневаюсь, очень сомнительно. Маловероятно. И раз так, надо понять, для чего и по какой причине кивок с той стороны последовал. А кивок с той стороны последовал, как обычно, как динамика последнего года полутора показывает. Такой кивок обычно на обострение в какой-то и в каком-то из сегментов происходит, когда у султана, грубо, да, есть определенные проблемы внутри. И они у него очень серьезные. Сказать даже, то, что я сейчас говорю, это я фактически ничего не говорю. Экономическая ситуация в Турции на грани, ну, не в Турции, не на грани коллапса экономически, но очень плохо, правда, плохо. Инфляция очень сильная. Боток туристов, естественно, опять же, пандемия. И до пандемии все было не ах. Последние годы и выборы показали муниципальные, это и повтор выборов в Стамбуле и в Анкаре это показал. В общем, плохие дела ОКП. Для этого надо обычно военную операцию за границей. Такой военной операции, да, ну, чтобы поднять рейтинг Эрдогана и ОКП опять, потому что обычно подобные вещи происходят, педалируя национальную идею, грубо, которая объединяет всех, республиканцев, исламистов в Турции. Какая это идея? В Турции, как мы понимаем и знаем уже из многих предыдущих многолетних, да, наших опусов, это курдский вопрос. Для того, чтобы педалировать курдскую тему, ему нужна новая операция на сирийской территории. Да, другой берег Ефрата, левый, да, левый берег Ефрата. Отбрасывать курдов еще дальше. Опять же, учитывая, что его наритив говорит нам о том, что силы сирийские, сирийские освободительные силы и рабочий партий Курдистан это одно и то же, что в принципе к глубине там мы знаем, что это да, правда. Да, хотя это, естественно, все стороны отрицают, заинтересованы в отрицании этого, но это да, так. И поэтому он, да, легитимно воспринимает сирийских курдов, вооруженных американцами и тренированных американцами на сирийской территории, как потенциальную, очень серьезную угрозу своей национальной безопасности, потому как на его территории этих курдов проживает тоже немало, чуть 10 миллионов человек, сколько там курдов в Турции. И они, да, добиваются автономии, это, да, война, это, да, проблемы. И курдский вопрос, он, на мой взгляд, для сегодняшней Турции является экзистенциальным. Угроза курдского сепаратизма, на мой взгляд, является для Турции экзистенциальной. Угроза угрожает и национальному суверенитету и так далее, и так далее. Соответственно, такая война, такая военная кампания, она объединяет нацию. Как уже было в случае войны. Короткая, небольшая, успешная, с большой помпой, большими криками, но с маленьким количеством жертв, естественно. И только пафоса, понтов очень много, такая восточная штука. Но реально только имиджевые победы, в основном. Ну и, естественно, географически отодвинут немножко курдов тоже. Есть серьезная мискоммуникация, давайте скажем так, на сегодняшний день между турецкой и российской стороной относительно, а, масштабов этой операции, и, б, самое главное, желательности этой операции. Россия не в восторге. Россия не в восторге от этой идеи Эрдогана, и, видимо, эти моменты были ему уже объяснены. Но есть ведь разные другие места, где еще у России и у Турции есть совместный интерес, где в случае мискоммуникации есть определенное напряжение. Может, оно возникнет, да? Ливия, например. Но в Ливии вроде под таким международным наблюдением и давлением начинается, как бы сейчас президентская избирательная кампания, мы об этом вчера, по-моему, говорили. Там сейчас не надо бы этого было делать, потому что это может реально всех разозлить, учитывая, что Эрдогану для экономического момента надо еще при этом немножко... Эрдогану для экономического момента надо еще при этом инвестиции же к себе, правда? И вот последние номера были, да, в том, что заключались в том, что вот с объединенными раски эмиратами Эрдоган начал опять разговаривать, как бы хорошо разговаривать. Это прорыв на самом деле. И, по-моему, даже Эмир Абудаби, то есть глава, как бы, государства, то ли уже был в Анкаре, то ли скоро там будет. И именно сейчас начинать в Ливии какую-то авантюру Эрдогану бы не подходило, да? Для того, чтобы понимать, что делает Эрдоган, надо думать, как Эрдоган. Я ни в коем образом не пытаюсь сказать, что я в состоянии. Потому как Эрдоган, на мой взгляд, я вам много раз это говорил, на сегодняшний день, на мой взгляд, кажется, игрок первой двойки-тройки, в принципе, на мировом уровне. Блестящий, часто непрогнозируемый, с ограниченными возможностями, умеющий извлечь максимальную выгоду. В общем, он титан, на мой взгляд, да, то есть человек, который, да, за ним безумно интересно наблюдать. Но прогнозировать, да, думать, как он, не так просто. Так вот, я к чему. Остается-то не очень большое количество возможностей, где можно попытаться России как-то показать, что, ребят, мы бы хотели все-таки эту операцию провести. Вот эту операцию мы бы хотели провести. Эта операция нужна нам, да, на сирийской территории. Мы бы хотели, чтобы Владимир Владимирович Путин был более сговорчивым здесь. Нам надо, чтобы нам ее разрешили. Да, суверенная сирийская территория. Да, да, да. Ну, и по самой, кстати, по-самому по себе там ситуация и выдлебень очень простая. Все равно она всегда непростая. Потому что есть Джабхата, есть Хаят Тахли Рашам, бывшая Аль-Нустра, которую Турция должна была бы взять под контроль, но никак не возьмет под контроль. А они, да, террористы. На самом деле все это знают. Они когда-то с Аль-Каидой были, фактически Аль-Каида. Потом они сказали, что они нет, но они на самом деле да. Все это тоже понимают. И надо, чтобы, с одной стороны, ассадовская угроза постоянного наступления на Эдлиб сошла, а она там происходит. Уже, извините, без сирии никак не обходится. И тут нужно как бы, и Курскую операцию надо проводить. И не там, не там нету от Путина зеленого света. А нужно его получить. Поэтому затевается многоходовка такая легкая. Мол, смотри, что я могу. Я могу вот тебе за один день устроить имиджевую серьезную проблему. Какую? Армения, союзник, как бы вдруг начало кричать, когда не так быстро реакция была, как хотелось бы. А этого ДКБ, механизм ДКБ, по идее, должен работать. Но он медленный, как мы видим. И опять же, российские миротворцы же не могут всю границу. Она же большая между Арменией и Азербайджаном. Понятно. Тут как бы момент еще и суверенной армянской территории. Мы сейчас не о Карабахе говорим, которая спорная территория. Мы говорим о непосредственно этих провокациях на суверенной армянской территории, которая всегда Армения. И тут понятно, по идее, Россия всегда обязывалась. Мало того, что есть ДКБ, еще договор о военной помощи между Россией и Арменией. И это прям реально тот кейс, когда Россия должна быстро вступить в игру. Не так быстро. И потребовалось, чтобы Пашинян позвонил. Как бы тоже, в принципе, нормально. Но вызвал определенный, опять же, в армянском эстеблишменте разговор. Я, может, не обратиться нам сразу к Франции. Не обратиться нам сразу к Ирану, к США. Потому что, ну, надо что-то делать, ребят. Мы же не можем себе позволить сейчас еще раз оказаться в той же ситуации, что и какое-то время назад. Поэтому, ну, там был Карабах, а тут как бы непосредственно суверенная Армения. Неправильно. В общем, это неудобная ситуация для России. Опять же, потому что Россия, как правоприемница СССР, как бы и воспринимает себя как правоприемница СССР. Соответственно, определенный левередж, да, то, что по-английски называется, определенное влияние на Азербайджан, естественно, на сохране. И для этого влиять должно быть не просто влияние, должны быть добросовестские отношения, экономическое сотрудничество, личный контакт между Путиным и Алиевым. Много чего должно в этом быть. Опять же, есть еще разные сложные экономические вопросы. Азербайджан является поставщиком нефти, немаленьким. Энергоресурсы тоже. Там есть много интересного, да, в динамике отношений между Россией и Азербайджаном. Азербайджан всегда имеет хорошее американское ухо, направленное в его сторону. Там много чего интересного есть. И не очень-то, короче, грубо говоря, не очень хочется ссориться. Правда. И с другой стороны, Армению в обиду давать нельзя. Вот для того, чтобы эта ситуация не раздражала, не мешала, не мучила, для этого нужно как-то решить вопрос, наверное, в других местах. Да, и тогда, глядишь, в следующий раз, когда возникнет ситуация, у Азербайджана желание опять пробивать коридор немирным и военным способом, да, для дыхничевания, грубо. Я сейчас очень примитивно, крупными мазками эту ситуацию, все значительно тоньше. Все значительно тоньше. Мы имеем дело с ребятами, игроками очень серьезными, все упомянутые выше лидеры. Все, без исключения, игроки очень высокого уровня. И понятно, что в программе, возможно, сказать, может быть, только одну десятую, только самый верх, да, как израильтяне говорят, на кончике вилки. Тем не менее, если ты будешь немножко позговорчивее, то больше ты в такую ситуацию неудобной не окажешься. Это, грубо, это, как бы, мне представляется вот такой месседж, который Эрдоган, так, аккуратно, так, сапток, да, такой тихий, тихий, такой, такой тихий намек, да, мол, типа, ребят, ничего прямого, все, как бы, отдельно, никак, в принципе, не связан с этим ни Эрдоган, ни Путин. Это конфликт, на самом деле, между Азербайджаном и Арменией. И Россия просто исполняет свой договор. Ну и говорит Эрдоган, ну ты же не хочешь этот договор исполнять постоянно, правильно? И думать о том, что исполнение подобного договора рассолит тебя с азербайджанской стороной, совсем зачем это надо? Короче, это тонкий достаточно лед, и по нему не очень комфортно, на этом тонком льду не очень комфортно себя чувствуют ребят. Зачем на него вступать, когда можно договориться? Ну дай нам провести небольшую операцию там на левом берегу Эфрата. Ну дай нам немножко выдлиби еще больше, дави больше на Асада, чтобы прекратились эти бомбардировки. Не надо этого, когда они возникают. Для того, чтобы, ну слушай, мы стараемся, мы делаем то, что можем. Аль-Каида в Сирии нас тоже не устраивает, говорит ему Эрдоган, опять же намекая. Нам тоже это не нравится. Но пока мы можем делать то, что мы можем делать, а дальше будем смотреть. Да статус-кво пока нас устраивает, давай его не осложнять, а дай нам, а вот те возможности, которые, то в чем я нуждаюсь, помоги мне решить. Да? Это все намеки. Я так думаю. Опять же, я спекулирую. Это может быть на самом деле совершенно не так. На самом деле, может быть, реальная проблема только конкретно в этом коридоре в Нахичеваль. И вполне возможно, что Эрдоган вообще не был в курсе того, что Алиев затевает. Но мне представляется подобное развитие событий маловероятно. Добро пожаловать в Бутик Политик. С вами Кирилл Задов. Сегодня 17 ноября, год 2021, среда, часть вторая программы. Короче, Китай сейчас начинает, наверное, смысла нет. Это большой очень разговор, поэтому я думаю, что давайте весь китайский разговор, он там касается серьезных тем, ограничения стратегических вооружений, потенциально, да, мечта Трампа, похоже, начинает сбываться. Китай будет вовлечен в такие переговоры и рекомендации байпартизан-панели относительно того, как нам нужно контролировать инвестмент, инвестиции в Китай. Об этом мы завтра поговорим. Скорее всего, я надеюсь, если ничего прям такого экстраданного не произойдет. Экстра-экстра. Если произойдет, значит, перейдем на понедельник с этой темы. Хуситы, они как бы покороче, более емкие, и тут есть то, что очень важная вещь сказать. Поэтому давайте про хуситов сейчас. С информационным поводом служит захват сегодня сайта американского посольства в Сане, на котором как бы были люди, отвечающие за его безопасность, этого сайта, которые были наняты нашей стороной, потому как наш дипломатический персонал весь, он, естественно, был эвакуирован в Саудовскую Аравию, когда началась там война, и когда, в принципе, хуситы захватили, когда ансан-ава, это хуситский айсис, давайте назовем его так, шиитский айсис, да. Очень грубо, конечно, но тем не менее. То есть очень радикальная структура, очень радикальная, такая, совсем-совсем. Когда они захватили власть, из Саны бежал Абдальдель Мансур Хади, и тот президент, человек, который президент Йемен легитимный, в точке зрения международного права, и Саудовской Аравии, и Эмиратов, человек, когда он бежал в Саудовскую Аравию, и хуситы захватили Сану в 15-м году, тогда и саудиты начали там военную кампанию с Эмиратами, опять же. Мы, Америка, вывезли оттуда весь персонал в Саудовскую Аравию, и работает персонал сейчас оттуда, весь, который посольство США в Йемене. Но сам сайт посольства оставался как бы под нашим патронажем, естественно, являлся, по идее, является суверенной территорией США, поскольку это посольство, и оно является суверенной территорией Гафудастов, который там работает. И там были сотрудники, нанятые, видимо, местные, да, но нанятые США для того, чтобы обеспечить безопасность этого сайта, здания. Значит, здания захватили хуситы, всех захватили, заложники захватили в плен, взяли, короче, всех, кто там работал и охранял. Но наш госдепартамент активно начал работать, через кого не знаю, правда, но в итоге довезло того, что почти все, кого задержали, их выпустили. Напомню, что как только Байден зашел в офис, одним из первых его действий была отмена решения предыдущего президента Дональда Трампа о внесении Ансарала в список туристических организаций, и где они, в принципе, по праву находятся, потому что, ну да, они террористическая организация, наверное, все равно, они же обстреливают Саудовскую Аравию ракетами, они обстреливают экономические... С точки зрения, короче, нератива нашего и наших союзников, они, по идее, террористическая организация, потому что ракетные обстрелы – это indiscriminate fire, да, то есть это действие, огонь, который они открывают, он не разбирает между гражданскими и военными, это ракетный обстрел. Соответственно, любая структура, которая такими вещами занимается, которая подвергает опасности жизнь гражданских, в принципе, может назваться террористической. Теоретически, теоретически, потому что есть, наверное, те хуситов, которые говорят, что, ребят, мы государственно образующая структура, Ансарала, мы, на самом деле, настоящий Йемен, мы его, мы им управляем сейчас, что, на самом деле, неправда, потому что, ребят, у нас всего 5 миллионов, а население Йемена, простите, до начала всего этого кошмара 11-го года было все-таки больше 20 миллионов человек, поэтому сказать, что вы прям представляете Йемен, только вы и больше никто, это, на мой взгляд, немножко ку-ку, да, это немножко сумасшествие. В общем, и даже уже саудиты на каком-то моменте Кинг Салман, король Салман уже сказал, что да, уже было, от него прозвучала эта фраза, что, на самом деле, хуситы, да, имеют право на кусок Йеменского пирога, но только на кусок, они не могут претендовать на всю страну. В общем, а хуситы в последнее время, особенно под влиянием, я так понимаю, решения нашего президента, вынуть их из статистического списка, а это в итоге, а, показало Ирану, что на самом деле можно делать то, что делается, да, и при этом, как бы, еще и получить определенные бенефиты. Неправильный сигнал Ирану был послан, на мой взгляд, а куси-то это всего лишь длинная рука Тегерана, без сомнения. Да, южное выстраивание южного шиитского полумесяца, так называемого географического. В итоге, они усилили наступление в регионе в северном последнем анклаве, который был контролировался и продолжал контролироваться легальным правительством Мансура Хадзи, он называется Мариб, этот анклав, и он нефтяной. В Йемене не так много ресурсов, как мы понимаем. Есть нефтеносный регион, Мариб, да, который, ну, йеменские нужды в нефти должен покрыть. Я не знаю насчет экспортных возможностей, очень сомневаюсь. Йемен никогда не был даже в моих школьных картах политической географии с территорией, которая могла бы быть серьезным экспортером нефти. Но теоретически, может быть, при правильной геологической разведке, опять же, может быть, там есть больше, чем сегодня известно, но это надо делать, занимает время. Разведка нефти, это долгосрочное, на самом деле, enterprise, да, предприятие. В общем, идут бои уже последние 7-8 месяцев, и эти наступления, как только Байден вывел, вот как раз, да, вот 7-8 месяцев назад как раз Байден убрал куситов из террористического листа. Для чего он, кстати, как объяснила администрация, он это сделал? Он это сделал для того, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи в Хадейду, которая тогда была, как бы, тоже... Хадейда, короче, тогда было перемирие там, это главный порт на Красном море Йеменский, и это главные ворота торговые Йемена туда, потому что Аден, как бы, понятно, он под контролем Южного Переходного Совета, там он под контролем бойска Абдагдальмансура Хади, и Южного Переходного Совета, и Transition Consul. И, в общем, он не подчиняется Хуситам. А Хадейда, это порт, который, типа, под контролем Хуситов, и основные люди, которые не Хуситы, но живут под их контролем, они оттуда получали гуманитарную помощь. И нужно было там военные действия прекращать, была отдельная история. В общем, в итоге все возобновилось опять, и там тоже, и определенные пригороды тоже сейчас там стрельба происходит. Но это одна часть. А вторая часть проблемы, что они начали наступление на этот Мориб, и это последняя на севере, как бы, территория на севере, которая и так контролируется почти весь Хуситами, которые Хуситы еще не контролировали, они хотят ее забрать. И удерживает Хуситов от того, чтобы взять Мориб, только бомбардировки коалиции Саудовско-Эмиратской, которые продолжаются там. И это тоже сегодня, на самом деле, не очень хорошо, потому что это забирает ресурсы и у Эмиратов, и у Саудитов. И аппетита, как бы, что у Саудовской Аравии, что у Эмиратов продолжают эту войну, нет. Но выхода нет, потому что Хуситская государственная и Саудовская Аравия представляют для Саудовской Аравии, в принципе, очень серьезную угрозу. Формитабл, да? То есть, которую нельзя не считаться. Конечно, она экзистенциальна для Саудовской Аравии, в принципе, нельзя. Но она большая, потому что там на востоке, на юго-востоке Саудовской Аравии Тоже нефтяносные большие зоны Которые как раз шиитские по населению Которое там проживает И иметь хуситов к югу от границы Руководящими ситуацией И эти шиитские племена Которые недовольны, как мы понимаем, распределением ресурсов Средств финансовых за ресурсы Которые Саудовская Аравия продает Понятно, это как бы такое болото для мотыля Это болото для беспокойства Для восстания, инсорженции И опять же хуситы бы такую инсорженции Такое восстание поддерживали, понятно В общем, для Саудовской Аравии серьезная угроза Ее территориальной целостности в перспективе И просто серьезная угроза сейчас, в реальности И мы не можем себе, по идее, да Если мы мыслим трезво Мы не можем себе позволить, чтобы На юге нашего союзника, главного в регионе Давайте скажем это С которым у нас отношения с 32-го года союзнические С момента его создания есть И который воспринимает нас, в принципе, как гарантии Собственной безопасности Мы не можем позволить, чтобы находилась там структура Которая угрожает, в принципе, существованию нашего союзника там Я уже не говорю о том, что ансорова Постоянно говорит вещи, которые недопустимы С точки зрения, как бы, мирового цивилизованного сообщества Они зверье Они зверье Они говорят, что Израиль не имеет права на существование Что евреев надо убивать Они это все постоянно повторяют Это не то, что эти люди Готовы, как бы, к диалогу с мировым сообществом на нормальном языке Они животные и мразь Не цивилизованное Я имею в виду политическое и военное руководство И должны быть уничтожены И мы не имеем права здесь стесняться, на мой взгляд Тут как раз мы должны помочь нашим союзникам как можно быстрее эти вопросы решать Но у нас нет особого аппетита этим заниматься Мы слабые сейчас, да Наша администрация слабая администрация на Ближнем Востоке Плохо Плохо Нечего к этому добавить Друзья, большое спасибо, что были со мной С вами был Кирилл Задов И слушали Бутик Политик До встречи завтра Бутик Политик Сказал, как обрезал